Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePlat. Сегодня у нас с вами урок по администрированию. На этом уроке я вам покажу, как бесплатно скачать Windows Server 2019 с официального сайта Microsoft. Для того, чтобы вы могли научиться администрировать, научиться всем тем возможностям, которые он предоставляет, для того, чтобы это использовать уже в наших следующих уроках. Итак, если вам нравятся такие уроки, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Давайте приступим. Переключаемся на рабочий стол. Переключаемся. Здесь уже у меня открыт Яндекс. И, конечно, в Яндексе я напишу Windows Server 2019. Нажимаю Enter. Первая ссылка, конечно, идет на Microsoft. Microsoft.com. Именно сюда мы с вами и зайдем. Здесь у нас открывается страница для Windows Server 2019. Конечно, именно здесь мы можем с вами и скачать наши все ознакомительные версии. Нажимаем на эту кнопку. Попробуйте Windows Server прямо сейчас. Два варианта выбора, да? Как две таблетки. Первое. Windows Server в ажур, то есть в облаке от Microsoft можем попробовать, а можем попробовать в локальной среде, то есть скачать бесплатную пробную версию. Давайте в локальной среде мы это и будем тестировать. Нажимаем сюда. Скачать бесплатную пробную версию. Так, отлично. У нас с вами открылась страница с версиями для оценки. Evolution Center. Именно здесь мы можем с вами оценить какие-нибудь версии продуктов Microsoft. Например, Windows Server 2019. Windows Server 2019 Essential. Microsoft Hyper-V Server. Смотрите. Он причем бесплатный. Позволяет вам создавать виртуальные машины. Конечно, Windows Admin Center. Сервер. И старые версии 2016 года. Вот они, 2012 года. То есть именно здесь мы можем с вами скачать серверные версии, которые нас с вами интересуют. В данном случае Windows Server 2019. Давайте нажмем на него и посмотрим, что он нам предлагает. Оценочный период 180 дней. Именно в этот период можно полноценно его изучить, пройти все этапы его настройки и изучить все возможности. Смотрите. Мы можем скачать три варианта для Azure. Просто ISO образ и VHD файл для Hyper-V. Давайте возьмем ISO образ. Давайте посмотрим его описание. Кликаем на описание. Очень много текста, конечно же. И смотрите, что мы можем делать. Мы можем устанавливать его как сервер Core, то есть без рабочего стола. А можем устанавливать как сервер с возможностями рабочего стола. Нам, конечно, нужно для этапа обучения устанавливать его как сервер с возможностями рабочего стола. Так. Смотрим. Virtual Lab, ISO и Microsoft Azure. Так. Окей. Тогда давайте мы с вами возьмем начать ознакомление и берем ISO файл. Продолжить. Конечно, мы здесь с вами должны вставить наши данные. Так. Заполняем наши данные. Почту, телефон. И выбираем, конечно, страну. Нажимаем Да. Хотим получать информацию и советы, предложения от Microsoft. И берем Продолжить. Выбираем язык. Ну, конечно, берем английский. Лучше всего изучать серверную часть на английском языке. Конечно, вы можете взять русский язык, но будет труднее изучать его возможности. Конечно, русский язык потом можно включить через локализацию на вашем сервере. Берем на английском языке. И нажимаем Загрузка. Хорошо. Загрузка началась. Вот она, эта загрузка. Конечно, после загрузки, мы с вами проинсталируем наш сервер на нашем виртуальном окружении в Hyper-V. Эту роль мы с вами добавили на Windows 10. Как ее добавить, вы можете посмотреть на наших предыдущих уроках. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Задайте вопросы. Всем удачи в таких классных начинаниях. Спасибо. Продолжение следует.